Всем привет! Чуть не забыл рассказать. Как только еще началась вся эта история с коронавирусом, у меня был такой звонок и заявка. Мне позвонила женщина, говорит, продай квартиру, а то у меня жильцы китайцы уехали в Китай на Новый год, свой китайский, да, и не вернулись. Из-за вируса закрыли границу, и они не смогли вернуться. Так что я, говорит, ждала-ждала месяц и решила ее продать. Продай, пожалуйста. То есть все-таки, все-таки коронавирус отразился на московской недвижимости. Еще есть такая история, что, а, это квартира рядом с рынком судовода, там одни китайцы работают, вы знаете, да, и, собственно, очень много арендаторов не вернулось в свои квартиры. А вокруг судовода в Москве сдавалось очень много квартир, и китайцы очень хорошо платили, потому что их никто, все боялись пускать, все знают, да, что они там рыбу жарят, селедку, еще что-то такое. Они не очень себя ведут, опрятаны на этих квартирах, но платят хорошо. Собственно, все они не вернулись, и очень много этих квартир вышло на продажу. Вот так вот коронавирус завязался в нашей московской недвижимости. Причем я забыл рассказать, это было уже три недели назад. Три недели назад, я просто забегался и забыл. Вот квартиры, которые сдавались китайцам, пошли на продажу, соответственно, еще квартир на рынке московским прибавилось, и цены потихонечку поползли вниз. Все как обычно, очень много предложения, спроса на всех не хватает, и, собственно, цены чуть опускаются. Но сейчас, вот сегодня у нас 14 марта, самый пик вот этой паники и кипиша, когда люди бегают, скупаются подряд, кредитуются на все деньги, он сейчас. Сейчас еще, возможно, цены, конечно, не видно, что они падают, сейчас все продают по максимуму. Но неизбежно, неизбежно пойдут вниз. Предложений очень много. И сейчас, кстати, появилась еще такая история, очень много, я же издаю еще иногда квартиры в аренду, выставляю сейчас квартиры в аренду, просто народ прибегает толпами, потому что их выселяют из квартир, и квартиры выставляют на продажу. Очень много таких заявок. Ну, еще одна история про коронавирус. У меня есть квартира, ее нужно срочно продать, кризис на дворе. Но показывать у меня ее не получается, потому что эта квартира сдана людям, у людей двое детей, они кричат коронавирус, к нам не надо приходить. 30 дней у нас по договору есть на то, чтобы мы съехали. Вот, пожалуйста, ждите, а потом показывайте. А у меня толпа людей стоит в очереди. Как толпа? Пять человек в очереди на просмотр этой квартиры и, возможно, на покупку. Вот вам, пожалуйста, еще одна история. То есть ничего сделать не можем, ждем. В общем, движуха серьезная, на улицах никого, в метро очень мало народу. Но звонки мне и беготня по квартирам у меня, по крайней мере, не прекращаются, несмотря на этот вирус и все дела. Мне даже нравится. Кстати, дороги тоже пустые. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!